Из 217 активов, уже 75% активов согласовано с Госкомиссией по способу реализации, это 162 актива, из которых уже выбыло из группы фонда 124 компании. Мы второй перечень активов, 173, которые, там работа в плановом порядке идет, все активы реализуются на площадке Минфина, мы абсолютно уверены, что мы эту работу доведем до конца, хотя некоторые активы приходится нам выставлять по нескольку раз, но механизм, как все это делать, нам все предельно понятно. Мы сейчас сосредоточены на активах, которые включились в топ-65, так называемых. Из них по шести активам, такие как Локомотив Хоростру завода, КМЖ Интернешнл и ряд других, уже продажи состоялись, договоры о купле-продаже подписаны с определенными отлагательными условиями. Семь активов были исключены с комплексного плана приватизации Госкомиссии, и оставшиеся 80 активов сейчас реализуются, из которых 63 актива, в соответствии с поручением главы государства, планируется реализовать в сжатые сроки до 2018 года. Из них 34 актива в 2017 году и 29 активов в 2018 году. 9 активов, это наши дочерние компании, будут выведены на IPO, начиная с конца 2018 года. В том числе, по вашему поручению, ведется работа с иностранными инвесторами. Из тех активов второго списка, которых я назвал, около 8 активов предполагается, что будут куплены иностранными инвесторами. Например, локомотив хоростров завода, это General Electric, Transmash Holding, электровоз хоростров Альстон, Тульпал Тальга компания, Харгос Гейтвей, это китайские компании, КМГ Интернешнл, это China Energy Company, Индра в Казахстане Инжиниринг, компания Индра. В наши проекты по солнечным панелям есть инвесторы из Испании, Кореи, Майкайен, Золото, также российские компании интересуются. То есть для иностранных инвесторов также здесь есть большая доля. И дальше наша работа по поиску стратегических инвесторов продолжается. Вот только что мы провели инвестор-дэй в Лондоне, до этого проводили большое мероприятие с участием послов и около 300 иностранных инвесторов здесь. Сейчас в апреле предполагается в Алматы провести и осенью в Гонконге. Значит, здесь мы работаем с торговой палатой Америки, с посольствами и с другими представительствами транснациональных компаний. В целом, работа ведется, как я бы сказал, по плану. Но единственное, для повышения привлекательности активов мы бы просили обратить внимание на наши письма. Мы предложили и в Министерстве национальной экономики в ноябре 2016 года отправили письмо с предложением о изменении регуляторной базы для некоторых наших отраслей, где присутствуют приватизируемые наши предприятия. И еще, значит, включить в механизм приватизации, так называемый, механизм ГЧП, государственное частное предпринимательство, которое также во всем мире считается формой приватизации. Мы также соответствующее письмо направили 17 февраля 2017 года. Речь идет о приватизации таких объектов, как, например, аэропорты Ахтубе, Атрау и Павлодар. Если будет поручение, мы могли бы с министерствами быстро отработать, и нам надо двигаться очень быстрее по регуляторной базе. Продолжение следует...